Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. В этом видео я познакомлю вас с цифровым мультиметром компании Aneng, который я купил на всем известном и нами любимом маркетплейсе AliExpress. Обошелся он мне около 8 долларов. И мне очень понравилось то, как он выглядит на картинке. И плюс цена его мне тоже показалась очень интересной и привлекательной. Я решил его купить, чтобы познакомиться, каким он является в реалии. Плюс покажу вам этот тоже. И надеюсь, вам это будет полезно и интересно. Также перед тем, как продолжить это видео рассказ, прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы этого еще вдруг не сделали. Итак, лайк поставлен, подписка есть, можно продолжить. Что ж, перед нами цифровой мультиметр компании Aneng. Компания Aneng под этим брендом производится довольно много разной цифровой техники. В основном, конечно, измерительной. Перед нами мультиметр цифровой модель. Модель, значит, у нас SZ305. Приходит она вот в такой картонной упаковке. В комплекте идет, собственно говоря, сам мультиметр, само устройство. Два щупа и инструкция. Ну, такой базовый комплект. Также устройство приходит без элементов питания. В данном случае к этому устройству подходят две батарейки стандарта 3A. Ну, A, 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 на полтора вольта. Ну, либо такие же аккумуляторные батареи. Что ж, давайте посмотрим на само устройство. Вот так вот выглядит. Выглядит он чик-чик, да. Ну, что можно сказать. Перед нами довольно большой экран. Кнопочки управления. Видно панельника для проверки транзисторов. Гнезда для подключения для разных режимов измерения щупов. Сам переключатель. Есть у нас такая подставка. Можно сделать вот так, что в некоторых случаях для измерения может быть удобно. Единственное, что можно сказать, что если вы поставите устройство на скользкой поверхности, он будет скользить, потому что, ну, пластик довольно скользкий. Ну, такой скользящий. И нету прорезиновых поверхностей вообще. Так. Из режимов измерения. Есть у нас здесь, показывает, значит, датчик скрытой проводки. Измерение уровня напряжения постоянного переменного. Измерение, значит, проверка транзисторов. Проверка батареек. Измерения. Проверка частоты. Проверка, значит, силы тока. Проверка емкости. Проверка замыкания прозвона диодов. И проверка сопротивления. Ну, в принципе, такой базовый джетельменский набор. Да, для мультиметра. В принципе, базовые вещи есть. Даже чуть больше. Ну, там, не знаю, батарейки. И поиск скрытой проводки. Ну, про все режимы мы далее посмотрим. Я сделаю, покажу, как он работает в устройстве. Там, в тех режимах, которые были доступны. Я, ну, смогу вам показать. По поводу качества сборки. В целом, сборка, в общем, качественная. Особо ничего не хрустит. Вот, пластик матовый. Да, ну, если корпус постукать, то слышно, что устройство большей частью пустое внутри. Вот, также можно сказать, что сам используемый пластик мне кажется довольно хрупким. И это означает, что если будет вдруг падение с высоты, допустим, на кафель, то корпус может треснуть. Поэтому, в этом плане, нужно быть аккуратным, чтобы это устройство не падало. Также, что ножка. Ножка, штука полезная, но она вот в крайнее положение не фиксируется. Ну, скажем так, не очень удобно. Так, что по поводу батареек. Ну, батарейки у нас вот есть отдельный отсек. И нужно его выкручивать. То есть, здесь не клипса, какое-то крепление, а именно винтик. В общем, решение рабочее, но не всегда удобное. Давайте раскрутим и вставим батарейки. Так, есть. Сама крышка тоже, собственно, не фиксируется. Просто легко выпадает. Поэтому, в любом случае, придется закручивать, да? Отсек с батарейками. Вставляем наши батарейки. Раз, и два. Так, закручиваем отсек. Еще болтик. Где же наш болтик? Раз, берем болтик. Так, закручиваем. И все. Устройство должно быть в этом работе. Давайте еще подключим наши щупы. Пару слов про щупы. Что о них можно сказать? Ну, первое. Они относительно короткие. Я бы сказал, что были бы они чуть длиннее. Было бы удобнее. Ну, если сравнивать с другими мультиметрами. Плюс, сами провода, в общем-то, жестковатые. Поэтому они, ну, не такие гибкие. В общем, щупы, скажем так, не самые дорогие. Да? Ну, в принципе, щупы можно докупить, поменять. Ну, а если вы не часто пользуетесь, то и таких щупов такого вида вам, в принципе, тоже будет хватать. Давайте. Тут у нас разъемчики стандартные вполне. Раз. Два. Давайте коробку пока отложу. Так. Держим. Ну, по поводу веса устройство очень легенькое. Прям, не знаю, наверное, легче, чем смартфон. Да? Что ж, давайте включим. Вот мы включаем. И перед нами вот такой вот экран. Экран большой. Да, смотреть удобно. Что можно сказать про минусы? Да? Допустим, если немножко угол поменять, да, то изображение начинает немножко теряться. Да? уже смотреть неудобно. Это как бы небольшой все-таки, но недостаток. По поводу кнопок управления, значит, у нас есть кнопка вот с таким рисунком и буквой H. Значит, что она делает? Это у нас, если долго нажать, мы включаем подсветку, что очень удобно, но опять-таки под углом, если повернуть, мы можем ничего и не рассмотреть. И плюс, если просто одинарное нажатие, то включается режим Hold и мы можем зафиксировать наше измерение. Так, давайте я пока отключу это все дело. Также у нас есть кнопка Sell. Кнопка Sell она у нас переключает режимы. Допустим, у меня сейчас стоит переключатель для измерения напряжения. Здесь в одном поле и переменная, и постоянная. И для того, чтобы переключаться, мы нажимаем кнопку, видите, в данный момент у нас DC, если нажать, то переключается на AC. то есть переменная, постоянная переменная. Ну, в принципе, удобное решение, позволяет вписать в, как бы, в одну позицию несколько измерений. В общем, это классно. Значит, давайте еще скажу по поводу переключателя, да, сам переключатель, я бы сказал, довольно такой нечеткий и попасть в позицию не, ну, как бы, просто, но есть устройства, в которых этот механизм работает более четче и понятнее, да, то есть вот такой, как бы, не знаю, вязкие, да, переключения. ну, как бы мелочь, да, но вот такой момент. Значит, у нас есть режим NCV для поиска скрытой проводки, что я могу про него сказать, немножко попользовался, ну, как бы, этот режим работает, но из-за того, что, наверное, там стоит слабый датчик, то для каких-то постоянных регулярных работ этот режим, этот устройство точно не подойдет, поэтому рассчитывайте. Далее, давайте мы переключим, значит, у нас измерением напряжения, да, вот, допустим, у нас сейчас стоит постоянный ток, 2 вольта, давайте попробуем измерить батарейку, чтобы увидеть, как показывает экран, и так, что мы видим, ну, видим, да, 1.4, 7.7, да, померили, далее, давайте перейдем и включим переменные напряжения, так, включили, померяем, что у нас, какое напряжение у нас в сети, да, и так, у нас показывает 224 вольта, так, идем, далее, что мы еще можем показать, режим батареек, в общем, я не знаю, насколько он полезен, потому что, как бы, и тут постоянные токи, батарейка, как бы, постоянный ток, но все же, может быть, есть какой-то скрытый смысл, если вы знаете, что это за режим, и в чем его смысл, может написать в комментариях, давайте снова сделаем, так, ну, могу предположить, что в режиме замера батареек показаниям измерения более точны, чем в общем режиме, потому что там были другие цифры, да, тут у нас 1, 3, 4, 2, так, идем у нас далее, здесь у нас частота, видно, тут герц у нас показывает, что у нас показывает, частота, клево, ну, видите, частота прыгает и показывает, что у меня в сети, так, вот, все, зафиксировали, достаточно одного провода, показывает 50 герц, да, да, еще раз давать, да, 50, ну, этим попробуем, да, тоже 50, ну, походу, можно использовать оба шипа для изменения частоты, либо, можно, наверное, сразу 2, да, вот, далее, силу тока, я, к сожалению, замерить не могу, этот режим, так, емкость тоже, ну, прозвон диодов, либо поиск короткого замыкания, тоже переключается кнопочка, да, диод прозвонка, звуковая, давайте, погудим, есть, да, работает, и, измерение сопротивления, ну, я тут нашел резистор на 51 кОм, давайте попробуем его замерить, так, что у нас показывает, у нас показывает 50.3 кОм, вот, что, в принципе, плюс-минус соответствует резистору, вот, есть, имеется, ну, в принципе, на этом наше измерение, в принципе, все, да, как бы, большая часть функционала я показал, в описании к видео я оставлю ссылки на само устройство, на продавца, там есть таблички с более полной информацией, еще добавлю, что у этого устройства есть режим автоотключения, видите, здесь у нас указано авто power off, то есть, если им долго не пользоваться, там, ну, не знаю, минут пять, да, он будет лежать спокойно, то устройство само отключится, и это большой плюс, не будете высаживать зря батарейки либо аккумуляторы. Также добавлю по поводу точности измерения, ну, если сравнивать с другими устройствами, то точность измерения у этого устройства, ну, он менее точный, да, чем некоторые другие более дорогие экземпляры. Давайте его тучу, и, как бы, подводя итог, мое мнение об этом устройстве. что ж, если вы профессионально работаете с электроникой, проводите постоянно какие-то измерения, замеры, то это устройство точно не для вас, потому что оно ну, не достаточно точное, потому что для измерений может быть и важна точность, нету еще некоторых режимов дополнительных полезных, как бы, корпус, ну, экран, в общем, для постоянно работы он не очень подходит. Неудобные щупы, ну, куча разных нюансов, корпус там не прорезиненный, нету аккумуляторов, ну, по-разному. вот, но с другой стороны, если вы пользуетесь редко мультиметром, если вы там иногда хотите посмотреть, какое напряжение в сети, если оно вообще, либо проверить что-то там на наличие короткого замыкания, там, проверить, не знаю, аккумулятор напряжения, и это происходит очень редко, то это устройство для вас вполне подойдет. Также это в принципе неплохое, недорогое устройство для студентов либо школьников, тех, кто только начинает интересоваться электроникой, электротехникой, то есть, как первое устройство для них оно очень даже подойдет. Ну, не знаю, там, может, для школы каких-то уроков, может, для института, вот, вполне подойдет. Что ж, на этом видео мое подошло к концу, надеюсь, оно вам было полезным и интересным, еще раз попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. На этом все, всего хорошего, до свидания.